всем здравствуйте рада вас видеть на своем канале сегодня мы будем делать такой думаю небольшой расклад на тему что вы можете делать лучше чем другие прям вот так вот буквально в двух-трех карта хочу посмотреть позиции вы видите перед собой как обычно вначале я напоминаю о том что помимо блиц консультации которые я провожу на выходные и анонса них вы читаете в разделе сообщества вы можете ко мне обратиться и на индивидуальную консультацию знаете мне казалось что есть какие-то вещи знаете сами собой разумеющиеся вот но недавно в одной из бесед мне сказали что ты знаешь надо напоминать об этом да потому что ну нету ничего само собой разумеющийся потому что то о чем думаешь ты не факт что могут думать и другие поэтому я решила напомнить о том что у меня есть и индивидуальные консультации информацию о них вы можете получить по ссылке под этим роликом мои услуги вот и там же можете увидеть информацию о раскладах в записи это были спонсорские расклады когда-то я делала специально для спонсоров и теперь они индивидуально продаются либо каждый либо ну оптом да можете их приобрести ну и любая там еще дополнительная информация которая вам будет полезна также и дневник раскладов и курс древа жизни кстати тоже в общем переходите по ссылке под роликом мои услуги читаете кто кому-то это возможно нужно как напоминание а кому-то впервые и так думаю времени было предостаточно кто не в курсе можете не выбирать позиции можете смотреть абсолютно весь расклад можете выбрать камешек цвет можете позицию выбрать просто это тоже для меня такой знаете само собой разумеющийся процесс когда уже долго подписан на какого-то конкретно моторолога ты уже знаешь его какие-то правила и вот эти вот действия они уже считаются как на автомате но возможно кому-то надо и напоминание окей так ну давайте мы с вами приступим сразу до позиция номер один и мы с вами посмотрим что вы можете делать лучше чем другие смотрим вот что вы можете сделать лучше чем другие аркан справедливости да обычно этот аркан выпадает троечкам но сегодня выпал единичкам что вы можете знаете вы можете как будто бы выстраивать причину причина следственные связи то есть у вас вот эта вот логическая цепочка она очень хорошо развита сейчас секундочку я закрою две а то шумы идут так думаю будет лучше а выстраивать цепочку причину следственных связей принимать понимать как раз таки что зачем идет как вообще развивается ситуация как пришли к тому или иному результату что предшествовало плюс ко всему вопросы справедливости понимание вселенских возможно каких-то законов именно понимание не просто знание да что вот есть вот такой закон вы как будто бы и на практике это можете подтвердить какими-то примерами что вот это вот работает вот так либо вот это вот работает вот так вообще в принципе поэтому аркана да люди такие достаточно справедливые и объективные вот так скажу что еще вы можете делать лучше чем другие отдыхать отдыхать либо уметь во время отстраняться отстраняться отдел для того чтобы найти ответ на какой-то свой вопрос то есть допустим есть какая-то задача которую вам нужно решить и вы понимаете что нет смысла вот зацикливаться на этом да ну то есть бывает так когда долго долго думаешь ясное дело ответ не приходит потому что там убивается очень много энергии и вот вы понимаете что допустим да как говорят евреи не можешь решить задачу иди поспи вот вы понимаете что нужно поспать либо переспать какой-то информация утром до либо когда проснетесь уже на свежую голову что-то решить то есть здесь человек либо знаете есть еще такие моменты когда вы понимаете когда надо отстраниться вот отстраниться отдел отстраниться от диалога от беседы ну например видите что накаливается накаляется какая-то обстановка да и вы понимаете что вот нужно вовремя ретироваться потому что неизвестно как развернется ситуация вот и как говорится может зацепить и вас а но вам нужно нет то есть здесь не то что люди избегают конфликтов а просто понимают что есть какие-то вещи которые бессмысленные они очень энергозатратные но толку от них никакого нет ну то есть для развития вообще для человека и поэтому поэтому их можно избежать вопрос также взаимодействие с тонким планом вот он у вас хорошо получается я не знаю то ли это может быть какие-то практики расслабления то ли это какая-то вот особая связь да с вашим высшим я то есть вы как-то вот находите ответы на вопросы не с помощью интеллекта да то есть вот подумал поразмышлял и пришел к чему-то а поэт хотя такой тоже есть да по арканской действия а по этой карте из больше говорится о том что вы можете находить ответы не то чтобы считывая какие-то знаки а знаю то ли вот как-то интуиция развита хорошо вот как это вы по-другому получаете ответы либо не знаю как то а отдаете в руки высших сил до решение какой-то задачи вот у вас есть такое вы умеете опять же не перекладывать ответственность а отдаваться как-то времени потоку что вот так будет лучше то есть вас есть какое-то вот понимание не знаю какая-то чуйка что сейчас надо переждать либо сейчас надо отдать на волю высшим силам до судьбе не знаю кто во что там верит и пускай как говорится ну все разрулится так как разрулится хорошо плохо не важно я приму любой результат то есть вот здесь какие-то такие моменты паузы вы умеете брать паузу кстати в разговоре такое тоже может быть да то есть вы умеете слушать умеете брать паузу и выжидать на то есть выжидать пока человек закончит свой диалог то есть вы не очень любите перебивать людей как правило стараетесь это этого не делать что еще вы умеете делать лучше чем другие отстаивать как-то знаете отстаивать свою точку зрения отстаивать свою точку зрения вы умеете ставить цели и достигать их не совсем туда нам сторонку прошло подвину сюда умеете меняться трансформироваться здесь знаете еще такое ощущение что вот вы умеете отсекать что-то от себя то есть вы можете долго думать как-то размышлять но если вы приняли какое-то решение например там посмотрели на ваши взаимоотношения с каким-нибудь другом до либо приятельницы и поняли что нет ни эти отношения больше не нужны ну то есть я не хочу общаться взаимодействовать с этим человеком да но здесь вот именно идет после какой-то какого-то обдумывания это не не эмоциональный какой-то всплеск да сегодня ты мне не понравился и я отрезаю нет здесь вы умеете отрезать вот это вот прошлое то есть приняли решение все и отрезали больше к этому не возвращаетесь вообще периодически у вас как будто бы возникает какие-то трансформации причем какие-то циклы там есть на 3 каждые три года там каждые пять лет каждый семь лет то есть такое ощущение не то что вы ходите по кругу а вот каким-то какими-то циклами и этапами то есть вот ощущение того что причем эти переходы они у вас естественно идут то есть ваши этапы взросления они не не резкие они вот такие вот очень плавные какие-то переходы общение ну-ка я уточню здесь вопросы коммуникации то что королева жезлов нас принципе указывает на социальную сферу и на коммуникацию вот и она мастер да вот это вот ораторского да охраторского мастерства но вот мне кажется что здесь все равно какая-то сложность присутствует в коммуникациях и общениях вот вы вроде бы знаете в каких-то моментах вы можете говорить очень хорошо правильные правильно поставленной речи говорить так как надо но вот что-то есть либо это и что-то связано как-то с вашими эмоциями переживаниями то есть например когда у вас на вас нахлынет нахлыновает вот эта волна каких-то эмоций вы как будто бы не знаю теряете до речи теряетесь каким-то образом да не можете говорить хотя вот когда вы уверены в себе вот прям очень хорошо говорите можете там передавать какую-то информацию заключать сделки договариваться может быть это даже касается допустим профессиональной сферы да вы знаете как сказать что сказать ну вот присутствует некая такая уверенность а в личной жизни наоборот становитесь каким-то другим человеком да то есть но не можете сказать каких-то элементарных вещей которые в принципе если это например касалось бы профессиональной сферы вы бы могли сказать есть вот какое такое разделение здесь камни в коммуникациях есть еще такая вещь как недоговоренность либо вы что-то скрываете либо вы что-то не договариваете так ну мы смотрим сейчас не не ваши психологические портреты вопросе уже был что вы можете сделать лучше чем другие ну вы можете бояться бояться переживать тревожиться лучше чем другие нет но на самом деле вы можете наоборот поработать со своими страхами да вы можете исцелять свои страхи вот мне интересно каким образом ну как то вот через удовольствие через наслаждение да то есть здесь может быть и такие моменты что через принятие на принятие страхов и поиск того как можно повернуть страх другой стороной медали то есть как получить удовольствие от того что ты будешь делать делать то что ты боишься то есть вы как-то вот здесь не преодоление и не прикладывание силы а вы как будто бы вот с каких-то страхах находите свою грань удовольствия и тем самым прорабатываете то есть вам как будто бы страшно да но вот это вот адреналин который выбрасывается в момент страха вы преодолеваете и получаете то что хотели хотя изначально вам было страшно что-то сделать вот вы по факту по результату получаете как-то удовольствие от этого то есть вы находите правильное применение своим страхом вот вот это вот вы можете то есть так а таким образом у вас идет излечение либо может быть то что как-то знаете вот эти вот перемены с одной стороны как-то я нахожусь в каком-то кризисном состоянии до в стрессе в напряжении в эмоциональных каких-то переживаниях а а потом допустим там через день через два такая тишь да гладь до спокойствия ничего не происходит как будто бы в прошлом и не было вот этих расстройств то есть вот либо вас качает на этих эмоциональных качелях либо вы умеете преодолевать какие-то ну то есть умеете взять себя в руки да вот каких-то очень важных тревожных моментов вот так же можете прорабатывать свои страхи так ну вот как то так такая первая позиция мне кажется здесь просто очень много разных энергий да то есть не только одна какая-то была то есть не только один типаж людей несколько как будто бы вышла хорошо позиция номер два что вы можете делать лучше чем другие любить любить дружить общаться не на как-то вот взаимодействовать с другими людьми гармонично и в том числе нет хотел сказать любить себя но нет здесь вот воздержусь как-то вот с любовью к себе отношение к себе как-то не очень а вот с другими до с другими до что что двигаться вперед а каким образом да вы движетесь вперед лучше чем другие а понятно то есть когда вы ставите какую-то цель вы умеете выждать ну нужный момент иногда правда у меня здесь такое ощущение что где-то вот этот вот период ожидания он затягивается но акцент здесь идет именно на на терпение на ожидания то есть скорее всего вы к этому моменту относите спокойно то есть если надо что-то подождать да и вы понимаете что нельзя как-то ускорить процесс то вы спокойно к этому относитесь вот вот это вот выдержка да она у вас получается лучше чем у других еще но вот из кубков да все что связано с эмоциями вы умеете их проживать вы умеете самостоятельно себя напитывать необходимой вам энергией то есть восстанавливаться как-то я не знаю через любовь через какие-то состояния через приятные моменты также знаете вот как-то наполняетесь через какое-то свое хобби да которая вот прям вам очень-очень приятное и когда вы занимаетесь этим делом то есть если не хобби то какое-то любимое дело который вот именно наполняет вас эмоционально это вот вам важно это придает вам сил любить чувствует да умеете ну так же смотрите лучше других то есть я думала изначально что расклад будет только хорошим но оказывается вы как это сказать противоположную сторону тоже сори любите любите как-то знаете находиться в в каком-то эмоциональном комфорте когда вас все устраивает такой знаете тепленькое приятное болотце то есть вы можете в этом находиться достаточно долго то есть дольше чем другие поэтому можете наслаждаться каким-то знаете не знаю не не совсем активностью не совсем развитием то есть вы умеете наслаждаться пассивностью вот так скажу лучше чем другие то есть вот вот это вот выдержка до терпение и какая-то вот более такая пассивная позиция она у вас лучше других происходит причем пассивная это не значит что вот вы там я не знаю в какой-то апатии либо депрессии находитесь хотя возможно вас такие моменты тоже накрывает чаще чем других людей потому что вы эмоциональны но здесь как будто бы вы находите плюс вот в этом состоянии и вы можете найти если первой позиции там вопросы были связаны со страхом знаете со стрессом вот у вас все что связано вот с плавностью гибкостью нерасторопностью какой-то вот медлительностью ленностью в некоторой степени вот вы от этого можете получать удовольствие у вас здесь просто ритмы более такие замедленные нежели допустим у кого-то другого что еще вы можете сделать лучше чем другие сразу три карта вытащила знаете на такое ощущение что вот если в нужный какой-то момент и до невзирая на вашу какую-то хрупкость визуальную может беда вы можете быть очень решительным человеком и очень отважным то есть вот мне кажется из категории людей кого смотрят до выходит хорошие герои там например знаете герои там прыгнул в ледяную какую-то воду спас собаку либо там пошел на охоту увидел животное попало в как в капкан до опасное животное комит там волк да вот вы его выпустили то есть невзирая на то что мог напасть на вас этот дикий зверь да вы все равно ему помогли то есть вы можете принимать на себя удар да то есть вы можете быть решительным человеком но это не всегда это вот какие-то экстренные ситуации плюс ко всему что вы можете делать лучше других вас хорошо конечно же работает чуй когда туз кубков и верховная жрица вы чуете куда нужно идти вот каком направлении на надо идти второй вопрос что вы не побежите сразу туда но вот вы четко можете определиться куда вам нужно идти здесь такое ощущение что вы знаете если бы вы играли в какие-нибудь там спортивные игры да кто первый дойдет либо выйдет из лабиринта либо дойдет до противоположной стороны но закрытыми глазами с кучей препятствий вот многие вы знаете как-то спотыкались падали и не доходили а вы закрытыми глазами ну то есть когда ты не видишь обостряются другие органы восприятия в том числе и чуйка вот выборы с 1 либо одна из первых дошли бы до финишной прямой потому что здесь вы четко понимаете куда вам нужно идти в контексте дальнейшего пути но вот все что касается с вестибулярным аппаратом и 1 как этот когда знаете вы понимаете в какой местности вы находитесь и куда вам нужно двигаться вот там у вас проблемы вот как бы странно это не казалось то есть когда люди знаете кружится либо там на море если есть какая-то качка вот вы это не переносите там уже не вокруг себя и так далее ну то есть вестибулярный аппарат он такой достаточно слабый как как говорится балерина вы из вас не получилось по причине того что голова кружится до долго вращаться вам было бы сложно с другой стороны вот это вот как это правильное слово называется не помню когда понимаешь орить ориентация ориентации не в контексте сексуального направления а в контексте ориентация по местности то есть вы как-то сложно ориентируетесь где вы находитесь куда вам нужно пойти вот именно знаете такое ощущение что вот в том допустим районе где вы живете все хорошо знаете а потом вот у вас если взять и поместить например на другой конец города где вы ранее не были дали сказать ну все иди домой вот вам вы как будто вы смотритесь по сторонам и не понимаете вот где где мне находиться где вообще дорогу куда мне идти но при этом у вас очень хорошо развит еще расскажу чуйка по поводу туда того куда идти но не в прямом смысле в метафорическом то есть понимание своего пути понимание своего направления знаете вот как некий такой зов вот мне надо туда идти в это чувствуете а вот именно ориентация в местности по местности да где и как вот здесь вот у вас какие-то сложности плюс ко всему знаете можете кто-то из вас не все не не запоминает дороги вот допустим вас ведут в какой-то везут например там я не знаю какому-то кино новому адресу да и до тех пор пока вы увидите вокруг себя что-то такое знакомое окей вы помните дорогу а там где что-то незнакомое потом вам скажут ну что ты не можешь сама доехать далее вы сам доехать вот как-то нет про сам нет вот про женщина больше вам будет сложно как-то вот с что-то сложно ориентироваться на на местности потому что запоминать причем у вас может быть хорошая память там я не знаю в прочтении литературы да там запоминание стихов но вот именно все что связано с местностью и особенно вот это вот право-лево здесь такое ощущение что но путаетесь путаетесь вот опять же я не могу сказать что вы были бы плохим водителем до на дорогах но скажем так вождение не в контексте получения удовольствия а в контексте просто перемещение с точки а в точку б да то есть сел там отвез либо поехал что-то взял и привез то есть вот вы не тот человек который бы там знаете вот как-то куплю себя там автомобиль буду везде ездить там получать удовольствие дороги это не совсем ваше вот но при этом вы хорошо и четко идете и знаете вот вы как ни странно новое вот все что связано с новым не знаю мишка новое направление новые какие-то увлечения новое веяние вы это четко понимаете ну например там я не знаю если бы это был показ моды и вы пошли то посмотрев вот на какие-то модели да допустим это новые какие-нибудь дизайнеры да вы бы вас мы либо модельеры вы бы посмотрели сказали вот вот это вот будет пользоваться спросом не потому что она вам нравится либо потому что она практичная не знаю вот у вас есть вот этого чуйка здесь вопрос в чуйке очень хорошо развита на все такое новое там либо на какой-нибудь тренд вот вот тренды вы очень четко чувствуете даже если вы этим не пользуетесь вот у вас здесь есть такая способность так это была вторая позиция двоечки интересно будет почитать вашу обратную связь так смотрим позиция номер три зеленый камешек троечки смотрим вас что вы умеете делать лучше чем другие принимать решение принимать решение быть негласным лидером вот я не знаю знаете как не тот человек который за собой ведет а мне как-то знаете здесь идет то что это вы как-то управляете процессом но не негласно это например как в паре да муж жена и там у них трое четверо детей вот и все на как будто бы говорить да нет у меня в доме да муж главный он как примет решение да так и будет вот все вот и он как будто бы найти действительно такой я принимаю решение куда поедем что купить как одеть детей так как распоряжаться с деньгами но при этом если быть более внимательным да то можно понять что тут жена где-то подбросила какую-то идею там что-то сказала тут что-то подшипно шептала и ясно будет что но она является неким таким серым кардиналом да то есть на первое место безусловно выходит мужчина в принципе если бы женщина ничего не говорила сомнительное было бы и первое место мужчины вот как знаете как некий такой негласный лидер до серый кардинал и причем в любом даже ну допустим если у вас есть энное количество друзей до каждой является индивидуальностью личностью но если вдруг вы там собираетесь вместе и как начинаете общаться вот вы все равно как-то не знаю то ли направляете беседу в какое-то определенное русло да то ли предлагаете какую-то идею но так знаете просто как мысль бросите и потом наблюдаете а другие как-то вот уже подняли ее как-то раскрутили что-то там решили и кажется что вот ну люди же да сами решили без вас но на самом деле если бы не было вашей идеи да то вы бы но эти люди бы они бы допустим там не собрались и не пошли бы куда-то вместе до сообща что-то здесь такое идет вы очень хороший планировщик да то есть вы можете спланировать причем знаете здесь как идет здесь не то что вы внимательны и обращаете на какие-то детали вещи а здесь вот как-то с одной стороны это вроде бы здесь идет соединение двух стихий воздуха и земли да то есть с одной стороны мне идет вот мне какая-то такая практичность вас присутствует а с другой стороны эта практичность приходит благодаря вашему умению задавать какие-то правильные вопросы ну например вы такое ощущение знаете вот как ролики показывают про людей которые рекомендуют разные лайфхаки вот это вот про вас вот вы как будто бы можете создавать вот эти лайфхаки то есть казалось бы с одной стороны это практично а с другой стороны вот если бы вы не задумались над этим да то вы бы и не создали это то есть лайфхак откуда он выходит когда есть какая-то задача да и надо ее какими-то не знаю подручными средствами решить и таким образом получается вот эти всевозможные патенты да какая как и что сделать более упрощенном варианте вот у вас вот этот вот навык он очень хорошо развит почему потому что вы умеете как-то задавать вопросы то есть как это объяснить мне просто показывает картинку такую знаете не знаю человека который приходит большое какое-то заведение там либо здание очень много офисов и он понимает что вот если бы допустим над дверями были какие-нибудь указатели да что вот на этом этаже вот такие там организации либо там не знаю компании вот на этом это было бы понятнее и вот вы как будто бы знаете задаваясь таким вопросом в дальнейшем там я не знаю например организатору помещения либо всего этого здания потом подбрасываете какую-то идею то есть вот что-то такое здесь вы умеете делать а вообще в принципе планирование у вас планирование все хорошо то есть вы можете не только для себя вот я больше вас вижу для других в своей жизни может быть у вас и нет вас нету хаоса но вы знаете вы все держите в голове вот здесь нету такого но для других вы можете это наглядное нарисовать и разрисовать и расписать показать причем вот для других это как-то наглядно вы делаете а для себя все держите в голове какое-то планирование куда пойти что нужно делать может быть день свой как-то планируете но по особенному по особенному это не значит линейно да вы сейчас я пойду кофе пить потом я пойду на работу потом там с работы надо зайти в магазин потом еще куда нет здесь нет такого вот у вас как знаете как эти бывают ментальные карты не знаю знаете вы или нет называется mind map вот очень так знаете нарисовано виде разных облачков до которые между собой соединяются разными стрелочками вот у вас что-то такое вроде бы она и структурно но одновременно на какой-то с хаотичное беспорядочное но вы вы умеете вот как будто бы подмечать но я не могу сказать что вы внимательный человек нету этого не знаю как вы понимаете что вот это надо спросить на это нужно обратить внимание а на это нет то есть вы например не тот человек который увидев там свою подругу скажет ой какой тебе классный там педикюр нам как-то изнялись за выражение фиолетово да вот есть категория людей которые ну замечают там либо у это постриглась там на два сантиметра укоротила волосы да то есть вы вот такой вот как говорится фигней не занимаетесь но есть какие-то вещи вот именно для вас что ли они практичные не знаю как это сказать но вот вы эти подмечаете может быть это связано как-то найти с маленькими детьми там надо закрыть розетку вот именно вот таким образом да то есть чтобы дети пальцы не сували либо какие-нибудь предметы то есть вот на такие вещи да вот более практичные что ли вы обращаете внимание что еще вы можете делать лучше других две карты выпало что еще вы можете делать лучше других знаете такой неоднозначный здесь ответ с одной стороны по восьмерке мечей шуту можно было бы сказать что вы находите выхода из каких-то ситуаций как-то неоднозначно из тупиковых каких-то ситуаций да вы можете найти какой-то неординарный подход но это тоже в планировании относится до ранее но с другой стороны вот вы можете как-то вляпаться в какую-то ситуацию когда окажетесь в каком-то тупике то есть вот здесь очень так странновато почему потому что вы как будто вы можете предвидеть этот тупик заранее но хочется спросить какого фига вы туда поперлись ну ну честно ну вот бывают у вас какие-то такие моменты что вы для себя себя возите в какие-то не знаю ограничения вот вроде бы хочется сказать да такой умный человек понимает что вот ну ну вот если вот это сделаешь до тебя обведут вокруг пальца тебя обманут и вот вы как будто бы понимаете это и все время как-то вляпались какую-то ситуацию не знаю например этот телемаркетинг или еще что-то но вы понимаете что это людей разводе там и так далее так далее будут вас спросить и и вы сможете ответить на все эти вопросы и конечно скажите да блин да я дух адекватный человек не буду я покупать ничего из этого телемаркетинга зачем он мне нужен вот а а потом смотрите вы гоп и пошли что-то купили ну допустим я не знаю там сет из ниже это твое постельное белье и вот если вы спросите зачем тебе нижнего белья не хватит этого постельного нижнего белья договорка по фрейду постельного белья не хватило да можно же было в магазине зачем делать через этот или маркетинг и еще что-то и вы вроде бы понимаете но вы не можете объяснить себе почему поступать то есть иногда ваши поступки они они какие-то необъяснимые вот вот вляпаться в какую-то такую ситуацию вы можете лучше других и потом также интересно очень выйти из нее вот здесь такой интересный тоже момент с одной стороны как-то непонятно и необычно в эти ситуации вы попадаете и одновременно вы как-то очень изящно и искусно вы когда выправляетесь из этой ситуации выходите из этой ситуации по пошуту это вот необычно хотя с другой стороны знаете здесь есть такая энергия общая что вот если бы не было вот этих вот косяков давайте так их назовем да вы бы многому не научились то есть допустим вот мне просто показывают такой образ до человека который идет по лесу вообще непонятно зачем вы ночью поперлись в какой-то лес куда-то идет ну просто очень темно нету это не дневной свет мне показывают человек идет по лесу куда-то он идет с чем туда шел не знаю и вдруг вот неожиданно где-то споткнулись да и как там провалились потом значит вам надо было оттуда выбираться вы включили всю свою смекалку там не знаю какие-нибудь навыки понимание того как это нужно и благодаря этому вы как будто вы поняли что следующий раз когда я иду там не знает какой-то поход да то я понимаю что например чтобы разжечь огонь вот из таких деревьев до лучше идет вот таким способом либо когда ты там падаешь какую-нибудь я мы там подвернешь ногу вот надо вот это сделать то есть как-то из собственного опыта но этот опыт ну какой-то понимаете он какой-то глупый кажется на первый взгляд ну то есть я не знаю как это объяснить если бы вы хочется сказать были бы в здравом уме да вы бы это не сделали это с одной стороны с другой стороны если вот благодаря как раз вот таким вот наивным глупым ошибкам вы очень многому учитесь и наверное возникает такое ощущение что как будто бы специально себя помещаете вот какие-то такие нелепые ситуации да чтобы понять как делать не нужно ну и это не только для избегания но вы еще какую-то пользу оттуда берете что вы можете делать лучше других вы можете включаться включаться очень быстро в какой-то процесс да то есть вы достаточно любознательный и и любопытный человек да то есть можно сказать что любопытство не очень хорошее качество да как это в детстве мы говорили любопытные варваре на базаре нос оторвали вот но с другой стороны вот опять же таки это вот туда вот вот в эту категорию да как-то любознательность любопытство вот какой-то интерес желание желание как-то попробовать заглянуть куда-то что-то подсмотреть увидеть вот вот эти вот какие-то моменты в общем знаете еще так интересно они у вас лучше других получается почему то есть допустим вы ну к примеру вообще не планируете там наблюдать за своим мужем куда он пошел либо что он делает и вдруг как-то случайно случайно там я не знаю он забыл какие-то может быть какие-нибудь бумажки либо какой-нибудь там записку в кармане своих брюк а вам надо было просто белье постирать и вы понимаете что ну блин когда вещи в машинку кладем да мы карманы освобождаем ну так делают обычно нормальные люди но я знаю что есть люди которые вообще не проверяют карманы у меня мама такая очень часто было так что мы потом это денежки сушили на прищепках сейчас это у меня слышит улыбается кто-то видимо столкнулся с такой ситуации здесь вот получается так что вы начинаете ощущать карманы и увидели то что не нужно было видеть это это не обязательно про измены нет а это может быть там я не знаю что там на что-то потратился какой-нибудь чек и при этом не хотел говорить вам об этом то есть вот какие-то такие знаете вещи которые вам знать не надо то есть вы не специально это делаете но у вас есть вот эта энергия притягивания да здесь есть и энергия никого такого авантюризма вот любознательности и это качество на самом деле она классная особенно если допустим это связано каким-то образом с профессией там конструктор там что что-то нужно создавать да то есть когда нету такого а ума а у вас есть вот этот вот но это в потенциале да я могу сказать что прям сильно прокачано то есть вы это делаете неосознанно большей степени на кому-то бы само собой получается это могло бы стать для вас хорошей профессии но вы в этом направлении просто не пошли что еще можете делать лучше чем другие люди работать да вот вы можете у вас работоспособность такая гениальная да то есть если нужно иметь какого-то работника до который бы не выступал о том что надо работать только 8 часов вот вас вообще работа никак не напрягает да здесь нужно быть немножечко внимательным же кота потому что с питанием у вас беда на самом деле потому что много работаете и как правило забываете правильно питаться либо вообще забываете питаться потом когда уже дикий такой голода все что есть под рукой и забрасываете в общем с питанием беда здесь да вот и нервные срывы могут быть но вы лучше других работаете вы более выносливые вы более выносливые более такие знаете упертые трудоспособные которые прямо знаете если это даже работа однообразная она вас не напрягает главное чтобы она вам нравилась то есть здесь может быть например что-то к примеру да связано с цифрами как бухгалтер и вот весь день ты сидишь считаешь эти цифры и вам это нравится да к примеру то есть вот какой то здесь такой момент и последний аркан что вы можете сделать лучше чем другие люди на самом деле долгое время думать что выбрать вот честно вот в этом вопросе то есть есть какие-то моменты где вы прям ловите как говорится там муху на лету но это с хорошей точки зрения не знаю какой какой смысл этого выражения то есть позитивно негативно я хочу сказать что вот очень быстро славливаете да какие-то моменты а есть вот вы реально тупите особенно если это касается какого-то выбора причем если этот выбор в материальном каком-то аспекте да то есть затронута то что можно пощупать можно потрогать что такое осязаемое вот вот иногда бывает так что вы долгое время не можете что-то выбрать и когда вы не можете выбрать вашей жизни что появляется суета вы начинаете суетиться ой мне надо это сделать и туда сходить и вот это вот успеть то есть придумайте себе какую-то кучу дел которые не нужно их делать только лишь потому что вы не можете определиться с выбором и вот чтобы не думать об этом выборе да вы насыщаете свой день какой-то непонятной суеты что-то бежите что-то делаете вот имейте ввиду для себя на что если такая суета присутствует значит вы убегаете от какого-то принятия решения хотя в принципе если это знаете как-то связано с какой-то ответственностью да особенно если это касается других людей потом вы принимаете какие-то решения моментально если это что-то касается вас пойти на обучение не пойти там как-то развиваться не развиваться там отдохнуть куда-то сходить вот вы будете там либо что-то купить вот вы будете долгое время морозится вот но если надо там знаете какое-то серьезное решение там принять какую-то ответственность на себя как-то определиться что-то прояснить какую-то ситуацию вы это делаете очень быстро вот такой был для меня неожиданно интересный расклад вы мне напишите был ли он интересен вам а я с вами прощаюсь до пятницы всего вам самого наилучшего пока пока